Друзья, приветствую всех! Давненько не было рубрики, советы миллионера. Соскучился я уже за этим форматом. Ну что, полетели? О чем я вам сегодня расскажу? Расскажу о том, как прокачивать свое сознание. Именно не мозг, потому что очень важно сознание. Вот все какие-то крутые идеи, они будут приходить к вам из сознания. Сознание очень-очень важно. А вот в школе нас учат, как прокачивать мозг, считать, вычислять, запоминать. Но, как оказалось, в жизни это нахрен мне не пригодилось. Вообще не пригодилось. Мне в жизни пригодилось другое. Короче, я вам расскажу, как прокачивать свое сознание, какими методиками я пользуюсь, что я делаю. Перед тем, как я начну, вы могли в названии увидеть встреча с подписчиками. Это не кликбейт. Я хочу встретиться со всеми подписчиками в Москве. Ну, как со всеми. В Москве 16-17 октября будет мероприятие по личным финансам и инвестициям Privat Money Forum. С Оскаром Хартманом, с Брайаном Трейси, Элдер будет. Короче, крутой форум по финансам. Дмитрий из канала Instarding Invest был на этом форуме в 2019 году. И так получилось, что нас пригласили поучаствовать в номинациях. Вот. Мы участвуем в трех номинациях. Лучший YouTube канал и лучший Instagram. В двух номинациях по Instagram я участвую. Так что, ребята, пожалуйста, проголосуйте, поддержите. Все ссылки в описании, ссылки в закрепленном комментарии. Там сможете проголосовать за наш проект в каждой номинации. Номинации. Ребята, проголосуйте. Все зависит от вас. Если мы победим, я по-любому прилечу в Москву. Я и так хотел прилететь. И вот как раз такое событие. И уже встретимся на этом семинаре. Можно сделать свою встречу внутри этого форума. Будет много подписчиков. Уже 30 человек купило билеты. 30 человек уже моих подписчиков купили билеты. Короче, ребята, кому интересно, присоединяйтесь к нам. Я встречусь абсолютно с каждым. Билеты у меня, кстати, в обычном секторе, в стандарте, по-моему. Потому что мы сидим вместе. Мы сидим своей командой вместе. С ребятами даже. Я бывал брал билеты. Тоже не беру VIP. Я беру просто потому, что я знаю, что очень много подписчиков будет. И я беру билет. Обычный билет, чтобы, знаете, со всеми встретиться, со всеми поговорить. Вот. Смотрите. Билетов мало. Там до 200 билетов. Да. Уже, наверное, меньше. Уже, наверное, осталось 150 билетов. То есть там в связи с ковидом. Мало, короче, мест в зале. Я думал, это прям будет большое такое, как у нас. Мероприятие. Потому что у нас делают там на 5-7 тысяч человек. Вот. Но так даже лучше, да. Так что, ребята, поторопитесь. Билет им сможете купить по ссылке. Ссылка в описании. Нам дали промокод на скидку в 10%. Короче, ребята, покупайте. Вот. И до встречи в Москве. Надеюсь, все будет четко. Я прилечу и со всеми встречусь. Блин, я уже аж сам, знаете, загорелся. Хочется всех увидеть. Потому что у меня основная аудитория. Основная аудитория у меня с России. Вот. И я уже говорил, да, что, блин, почему-то в Москве меня встречают лучше, чем у себя дома. Я не знаю, почему так. Вот. Короче, ребята, все ссылки в описании. Пожалуйста, поддержите нас в голосовании. В закрепленном комментарии тоже оставлю ссылки. Перейдите, проголосуйте. Вот. Чтобы мы победили во всех трех номинациях. Ну, и покупайте билеты. Ссылочка в описании. Потому что билетов осталось очень мало. И на такие встречи нужно приходить, ну, вживую, да. Самый кайф, вот, в общении, вот, в этом всем. Вы можете, конечно, взять и онлайн билет. Вот. Но это чисто для информации. Но чтобы прочувствовать всю атмосферу, пообщаться, конечно же, лучше брать билеты прям вживую, да. Чтобы сидеть в зале, общаться. Короче, ребята, все ссылки в описании. Переходим к теме видео. По поводу прокачки сознания. Прокачки, можно сказать, сознания и подсознания. Почему это очень крутая вещь? Почему, вот, я говорю, что прокачка мозга – это такое себе занятие никому не нужное. Ну, например, учителя, да, вот, по истории знают все даты. Кто-то там цитирует классиков. Кто-то может процитировать Пушкина. Ну и что? Ну и что, блин? Это не поможет вам в жизни. Вам помогает подсознание, сознание, которое в самых тяжелых, например, жизненных ситуациях находит выход. Оно запускается, оно генерирует идеи. И вот эти идеи помогают вам добиться успеха, помогают вам заработать деньги. Вот у меня так. Короче, самое первое, ну, это самое банальное – это книги. Это книги, неважно в каком формате – в бумажном, в аудио. Так, давайте я вам покажу аудио формат. Смотрите, я прослушал уже, наверное, больше ста книг. Больше ста книг – самое лучшее время, я вам уже говорил, слушать их в машине. Так, сейчас прогрузится. Вот, видите, 37-я книга. Я себе накачал, вот, интроверты. Слушай, вот, 40 минут, там, по часу есть книги, по 30 минут. То есть, я сюда накачал книги, подкасты, и вот я еду, слушаю, слушаю. Оно, конечно же, не так запоминается хорошо, если бы, знаете, нормально сесть и послушать, да. Потому что, говорят, да, что одно дело нужно делать, одно дело, короче, нужно делать, так, максимальная польза, да. Не нужно, там, кушать и смотреть телик, не нужно слушать и вести машину. Но оно откладывается все. Вот эта вся тема, оно откладывается у тебя в подсознание, оно все откладывается. Тут, опять же, я могу прослушать и услышать такую фразу, которая просто изменит мою жизнь. Вот, вроде бы, я эту фразу знаю, я уже говорил, но я вот слушаю книгу, услышал, ага, ага, блин, почему я раньше это не применял, применил, и все, и жизнь изменилась. И вот с таких маленьких шажков складывается твой успех. Опять же, да, 40 минут, например, книга, и я там, не знаю, какую-то одну фразу услышал, и все, и это все меняет. И вот я слушаю, много слушаю, много читаю, и вот это мне очень сильно помогает. Ребята, слушайте только полезное что-то. Вы можете слушать что-то художественное, но лучше всего, максимальная польза для подсознания, если вы слушаете что-то полезное, что-то связанное со здоровьем, как быть, не знаю, здоровее, как приумножить деньги, как наладить там отношения, вот такое вот слушаете, да, то есть я слушаю психологию, отношения и здоровье. Ну, финансы, отношения, это самая крутая тема, в которой мы вообще все с вами вообще не прокачаны, мы в этой теме вообще не прокачаны, как себя вести, как там понимать потребности другого человека, это очень важно, этому вообще никто не учит в школе, этому вообще нахрен не учат, а это самая важная тема, потому что с людьми, да, мы сталкиваемся каждый день, можно сказать, а этому нахрен никто не учит, вот, дальше финансы, здоровье, я очень много интересного узнал, то есть слушайте вот такое. Еще один важный нюанс, я уже об этом говорил, очень важно это для нейронных связей и для подсознания делать новые вещи, новые вещи, новые непривычные вещи, я об этом снимал видео, то есть кушать противоположной рукой, чистить зубы противоположной рукой, это неудобно, но это вообще по-другому запускает, запускает сознание, вообще по-другому, ты попробуйте, просто, ребята, реально попробуйте. Дальше, пробовать все новое, посмотрите на мою инсту, да, что я делаю, что я делаю, я пробую новые виды там спорта, вот недавно я покатался на мотоцикле, впервые, ребята, я покатался на мотоцикле, совершенно там все по-другому, да, там переключать передачи, выжимать сцепление, совершенно мозг начинает по-другому мыслить, по-другому перестраиваться, твое сознание обучается, оно учится чему-то новому, дальше что у нас, яхта, да, вот я научился управлять яхтой, опять же, я это, может быть, сделал для того, чтобы просто освоить новое занятие, для того, чтобы вот прокачать сознание, больше для этого, а не для того, чтобы, да, вот сдать на права и брать яхту в других странах, это очень тяжело, и плюс, ну, это большой риск, тебе так вот никто не даст яхту без капитана, это нужно иметь большой опыт, большой опыт, много, короче, накатки нужно, что еще, сноуборд, серфинг, каждый раз какую-то новую тему я за границей пробую, какие-то зиплайны, это новые впечатления, это новые знания, это новые эмоции, это все вот сюда, ребята, идет, и потом внутри это все как-то связывается в какие-то связи, в какие-то цепочки, я не знаю, как это работает, и в самые нужные моменты это все достается с подсознания, потому что у тебя уже очень богатый опыт, у тебя много знаний, много всяких интересных дел было, и это все каким-то образом генерирует новые идеи, потому что это все как-то там переплетается, я по себе замечаю, то есть какая-то там простая вещь, например, вот опять же, вождение, да, яхты, ты можешь его применить на ютубе, вот так нахрен это работает, вы не представляете, ребята, это такая сила, еще важная фишка, я вот сейчас все больше и больше начинаю ходить на новые мероприятия, потому что это тоже очень сильно прокачивает мозг, именно мероприятия, которые для тебя вообще не знакомы, вот я недавно посетил встречу по парфюмам, представляете, где я, где парфюмы, и я столько нового узнал, узнал, как раскрываются ароматы, как это все делается, узнал, что один аромат, да, на мужчине и женщине раскрывается по-разному, вот знали вы такое, и это все вот здесь откладывается, ребята, столько нового узнал, познакомился с людьми, и вот я хочу почаще вот это делать, именно ходить на такие встречи, ну, которые для меня, ну, вообще далекие, вот, это тоже очень важно, так что тоже ходите на такие встречи, помните, я вам раньше говорил, что я ходил на семинары, там, по сельской промышленности, потому что они нахрен были бесплатные, когда у меня не было вообще бабок, я записывался на все, раньше у меня это Форекс, вот эти семинары по Форексу, ну, там учили базовым принципам финансовой грамотности, там учили, ну, фигурам, там, трейдингу, понятное дело, и потом в конце продавали там свои продукты, ну, как обычно, вот, но я извлекал пользу, книги там советовали, вот, представляете, я ходил, извлекал пользу, эти семинары бесплатные, там, по ресторанному бизнесу я ходил, столько было инфы, и я это вот все ходил и впитывал, так что тоже очень важная тема, конечно же, путешествия, как без них, путешествия, это просто, вот, блин, но люди этого не понимают, люди этого недооценивают, даже выйти в лес, это уже путешествие, потому что у людей рутина, каждый день, вы представляете, мозг, вот почему люди страдают на старости лет болезнями, да, потому что они не прокачивают тут ни хрена, они ничего не развивают, рутина, рутина, дом, работа, дом, дом, работа, дом, одна и та же дорога, рутина, рутина, все, мозг вообще не растет, мозг не качается никак, здесь, ну, здесь заезженные все действия, ты не можешь генерировать идеи, а как ты их будешь генерировать? Ты не учишься, ты не развиваешься, ты делаешь одно и то же действие на протяжении 10 лет, там, 20 лет, все, все, ребята, это тупик, поэтому путешествие это большая сила, ты в новой стране или ты в новом месте, да, потому что все, сразу же глаз сцепляется за новые места, за новые места, он видит что-то новое, он начинает опять вот сюда, мозг начинает впитывать. Вспомнил вот сейчас крутую цитату по путешествиям, можно так сказать, да, цитаты по путешествиям. Опять же, я учусь на цитатах, ребята, я каждый день, блин, вот видите, вот я начинаю говорить и вспоминаю, каждый день я читаю по 10 цитат, ну, до 10, бывает там 5, 3, то есть не всегда есть крутые цитаты, до до 10 цитат я каждый день читаю. И самое интересное, я себе вот репощу в избранное, вот я себе репостнул в избранное цитату, путешествия учат больше, чем что бы то ни было. Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше, чем 10 лет жизни дома. Вот насколько это важная тема, люди это вообще не понимают. И, я вам уже говорил, учить язык иностранный. Ну, я учу на самых минималках, я учу по одному слову в день, вы это знаете, я уже об этом рассказывал, учу по одному слову в день. Давайте я вот сейчас сделаю запись экрана. Вот, смотрите, мой словарь, вот, наушники, в помещении, тапки, чайник, вот это я все учу каждый день по одному слову. Смотрите, уже 104 слова. Это очень тяжело. Это тяжело. По одному слову учить тяжело. Не тяжело учить именно одно слово. Тяжело не пропустить ни одного дня. Я пропускал, то есть пока вот не выработал вот себе эту привычку. Даже вот, не знаю, вот месяц назад я не мог вот просто постоянно это делать. Ну вот был такой день, блин, пропустил, на следующий день нужно два слова. Тяжело не пропускать. Не тяжело учить. Можно учить и по три слова в день. Но тяжело не пропустить ни одного дня. Вот что здесь, ребята, самое тяжелое. Тяжело не пропустить ни одного дня. Постоянство усилий. И я уже объяснял. Это такая сила. Каждый день по одному слову за год 360 слов, а так бы ты их нахрен не учил. 360 слов. Два года и все, ты нахрен английский весь знаешь. Ты уже будешь понимать, о чем идет речь. 360 слов на 2, 720 слов, да, это все. Ты можешь выучить весь язык. Два года тебе понадобится. И минимальное количество времени. Одно слово в день. И видите такие слова, которые в быту встречаются, там, пельмени, да. Потому что в ресторане я за границей смотрю, что за слово. Не знаю. Записал. Вот. Трубочка. Дранники, да. Я не знал, как дранники. Но это именно правильное слово, как говорят вот в Америке. Вот. Гречка. Возон. Тумбочка. Ну, вот такие вот слова. Записывайте даже те слова, которые вы знаете, но не можете вспомнить. Тут есть слова, которые я как бы знаю, но вот общайся где-то с кем-то за границей. Блин, не могу вспомнить, но я знаю это слово. Поэтому я сюда записываю эти слова. Вот, например, брюки, штаны, колесо, фары. Вот. Я не знал, как руль. Я не знал, как руль, например, в машине. То есть общался. Я очень много общаюсь с таксистами. Именно за границей я с таксистами много общаюсь. Вот. Я не знал, как руль. Я с ним общаюсь. То есть я не знал, как я вот показываю, да, как дурак на этот руль. Вот. Теперь я знаю, как будет руль. Ну, вот такая вот тема, ребята. Вот. Голубь, да. Я выучил в Хорватии голубь. Потому что в ресторане, да, в меню был голубь. Я не знаю, что это за слово. И вот я выучил это слово. По одному слову в день. Смотрите. 104 слова я уже знаю. И плюс, смотрите, когда ты смотришь на эти слова, ты же смотришь еще сверху на 10 слов, которые выше, да, и поэтому ты их повторяешь, повторяешь, повторяешь. И поэтому ты их запоминаешь. То есть каждый раз, когда ты учишь новое слово, ты еще смотришь вот на те слова, которые вверху. И поэтому это все у тебя откладывается. Вот так вот я прокачиваю свой мозг. И это ты делаешь каждый день. И через несколько лет ты станешь сверхчеловеком. Сверхчеловеком. Ты будешь генерировать такие идеи. Ну, просто это делать нужно каждый день. Вот постоянство усилий я уже объяснял. Это такая сила. И опять же, ребята, ценность этой информации в том, что я это делаю. Я это делаю. Это все на моем примере. Это я вам не что-то там вычитал и рассказываю. Понимаете? Я не говорящая голова. Это самое ценное. Вот такие вот видео самые ценные. Что такое говорящая голова? Я не говорю, что это плохо. Это ты когда нашел какую-то статью в интернете и снял по ней видео. Ну, то есть ты сам этим не пользуешься. Это неплохо. Вы можете от этого тоже извлекать пользу. Это неплохо. Но я все показываю на своем примере. В этом ценность. Я вот пару дней назад встретил подписчика на мойке. Подписчик просто был в шоке. Инстардинг ты! Инстардинг! Ну, не может быть. Ну, точно инстардинг! Говорю, да-да, я. Блин, чувак, спасибо тебе. Ты такой крутой. Ты изменил мою жизнь. Ты настолько открыто все рассказываешь. Настолько, как бы, честно. Настолько, ну, видно это по тебе. Да потому что, видите, ничего нет. Никаких заготовок. Я этим пользуюсь. Я взял, вот вам показал словарь. Как я учу слова. Как я читаю книги. Вот. Как я слушаю книги в машине. Вот. 37-я книга. Я всем этим пользуюсь. Это самые ценные уроки. Берите и применяйте. И будете тоже, не знаю, сверхчеловеком. Сверхчеловеком в том смысле вы охренеете, да. Каким человеком вы были, да. И насколько вы далеко, короче, продвинулись. В этом, ребята, большая сила. Короче, прокачивайте свой мозг. Не деградируйте. И все у вас будет в жизни офигенно. Работайте. Работайте над отношениями. Работайте над своими финансами. Все проблемы. Потому что люди не хотят работать. Не хотят работать над собой. Не хотят работать там над своим телом. Над отношениями. Над здоровьем, блин. И жалуются. Да вы же нихрена для этого не делаете. Чтобы жить лучше. Если ты будешь это делать каждый день. Да у тебя жизнь будет просто сказкой. Вот у меня жизнь, блин, сказка. Есть там какие-то проблемы, да. Но я учусь, это уроки, это вызовы. Окей, давай, сделаем. Идем дальше. Я не считаю, что это проблемы. Есть много сложностей. Мы топим, топим, решаем эти дела. Идем дальше. Ну вот как-то так. Короче, ребята, на этом все. Буду прощаться. Вот пока туда-сюда, видите, уже потемнело. Уже потемнело. Так что всем желаю, как всегда, любви, здоровья. Короче, если все будет четко. Не будет там опять никаких карантинов. Не знаю. Встретимся в Москве 16-17 октября. Всех жду, ребята. Встречусь с каждым. Встречусь реально с каждым. Ссылка на форум в описании. Также поддержите наши проекты в голосовании. Ребята, обо всех изменениях я буду предупреждать в инсте. Обязательно подпишитесь на мою инсту. В ленте, в сторис. Я обо всем буду говорить. Обо всех изменениях. То есть все можете найти там. Ну, короче, я буду это все по-любому дублировать. И в телеграм-канал. Открытый телеграм-канал. Я тоже там все дублирую. Переходите в открытый телеграм-канал. Первая ссылка в описании. Короче, ребята. Что еще не желал? Больших денег не желал? Обязательно больших денег и финансовой грамотности. Потому что большие деньги без финансовой грамотности до одного места. Короче, всех обнимаю, целую. Если понравился видос, поставьте ему лайк. Подпишитесь на канал, если еще не подписаны. До встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok